Жительница поселка Радищево из Ульяновской области рожать приехала в Сызрень. У Юлии уже третьи роды. На этот раз девочка 3 килограмма 300 грамм. Роды прошли успешно и Юлия не жалеет, что ехать пришлось в соседний регион. Просто здесь лучше. По сравнению с Ульяновской областью, у нас там детей забирают и сами обрабатывают. Мы ничего этого не видим. Тут врачи приходят к нам в палату, все нам показывают, все объясняют. То есть мы приходим домой, мы уже знаем, как обращаться с нашим маленьким ребенком. Роженицы говорят, в Сызрани очень опытные акушеры. Здесь одними из первых в Поволжье перешли на совместное пребывание в роддоме. Это когда ребенок с момента рождения неразлучно находится с матерью. Есть так называемый базовый протокол ведения родов, когда ребенок после рождения сразу же выкладывается на живот матери и не разлучается с ней. То есть все манипуляции, которые происходят со здоровым ребенком, все производятся в родном зале на животе матери. Современное оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких. Перинатальный Сыдранский центр так популярен у иногородних, что здесь заключили специальные соглашения на прием рожениц из Ульяновской области. Инициатором стала главный врач Центральной горбольницы Елена Казымова. Ну и сами люди хотят рожать у нас в нашем роддоме, но и соглашения между главными врачами. У нас, во-первых, тут поставлено дорогое оборудование, отремонтированный роддом, персонал очень внимательный, но ионатологи у нас очень грамотные доктора. Вместе с роженицами из соседних областей приходят и родовые сертификаты. А это дополнительные средства для перинатального центра и закупки самых эффективных препаратов. По родовым сертификатам мы имеем право приобретать то, что нуждается в первую очередь. Поэтому в последнее время закуплен фетомонитор Оксфорд и плазморазбораживатель крови, который имеет важное значение при оказании экстренной помощи женщин с кровотечением. Перинатальный Сыдранский центр – единственный на правом бережье, где принимается наибольшее количество родов – более двух тысяч в год. В этом году здесь ждут на работу молодых акушеров-гинекологов. Анатолий Волошинский и Дмитрий Медведев. Вести детально.